Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мы с тобой одной кровью, ты и я, именем Перуна. Приветствую вас, уважаемые зрители, и слушайте нашего канала. Четвертая глава. Тяжелая промышленность. Прочная энергетическая база позволяет поставить и разрешить одну из самых центральных задач социалистической реконструкции. Форсированное развертывание металлургии и машиностроения. Ведь если уголь является основным источником энергии, ну например, либо сейчас ядерная энергетика, то основным материалом современной культуры с ее высокой развитой техникой является железо. Ну и по сей день железо является... Мы вот живем в железном веке, хотя может быть даже в веке бетонном. А в области металла за годы войны и послевоенные годы в СССР образовался огромный провал. Металл идет не на текущее потребление, а на создание основного капитала. Поэтому дефицит в металле не может быть преодолен крайним сокращением потребности. А все накапливается. Такой накопленный дефицит металла, если считать его по недопроизводству против довоенного уровня, достигает к настоящему времени 30 миллионов тонн. Если в целом продукция всей цензовой промышленности перешагнула в 27-28 году на 27% за довоенный уровень, то по металлургии замечается еще сильное отставание. Так, добыча железной руды составляла в 27-28 году от довоенного размера всего 62%. Чугун – 78,6%, Мартен – 95,2%, Пробкат – 91,4%. Таким образом, восстановительный период прошел под знаком голода в металле, и к началу реконструктивного периода с особой остротой выявились нужды тяжелой промышленности. В 1910 году Международный геологический конгресс в Стокгольме произвел подсчет мировых запасов железной руды и содержащегося в ней железа. Между прочим, Швеция – это один из апологетов работы с железом. Железные эти, или Столивары, как правильно это называется, всего не упомню. Видимые запасы руды конгресс оценил в 22,5 миллиардов тонн, содержанием железа – в 10 миллиардов тонн, а вероятные и возможные запасы руды – свыше 125 миллиардов тонн руды и 53 миллиарда тонн железа. Сейчас, уважаемые зрители и слушатели, приблизительно уже разведано, да, около 160 миллиардов тонн железной руды, да, и в них содержится около 80 миллиардов чистого железа. Это по данным геологической службы США. И на долю как раз-таки железной руды местонахождения первое место – это у Бразилии и России. И приходится порядка там то ли 20, то ли 18 процентов мирового запаса железа. Так что, если еще дальше копаться, я думаю, что можно умножить это на два. На долю России Конгресс ответил, ну так далее. Главные местонахождения железной руды расположены в европейской части СССР. Запасы урана, урала исчисляются в 282 миллиона тонн руды с высоким содержанием железа – 135 миллионов тонн. Наиболее богат рудой – Южный Урал. Магнитно и Байкальское месторождение. Средний Урал известен магнитными железняками гор Высокой и Лагодати. Запасы центральной части СССР доходят до 789 миллионов тонн руды и 316 миллионов тонн железа, не считая так называемой Курской аномалии и расположенным в районе Подмосковного угольного бассейна и Лепецком районе Тамбовского округа. Отсутствие на месте коксующихся углей, малое содержание в руде железа и незначительная мощность отдельных залежей не создали условий для развития здесь крупной металлургии. На юге СССР насчитывается 536 миллионов тонн руды и 233 миллиона тонн железа. Центральным месторождением является Кривой Рог, обладающий большой мощностью до 86 миллионов тонн видимых запасов руды с богатым содержанием железа от 50 до 70% и находящихся близко от земной поверхности. Громадные запасы руды, правда, небогатого по содержанию железа, около 40%, но зато лежащие на поверхности земли, имеются на Керченском полуострове. Кстати, вот Криворожсталью, по-моему, при Юле Тимошенко продали каким-то индусам, индусским капиталам, капиталистам. Но у меня есть такое подозрение, что это подкладка некоторых британских капиталистов. Есть у меня некие догадки на этот счет. В Сибири известно Тельбесское месторождение на Алтае с запасом 27 миллионов тонн. В Казахстане, восточно-Каркалинском районе имеется до 40 миллионов тонн. На Дальнем Востоке, на острове Путятина, до 6 миллионов тонн. На Кавказе Чатахасское месторождение насчитывается до 14 миллионов тонн. Вообще, расследованность рудных богатств СССР крайне недостаточно. И каждый год приносит все большее уточнение в исчислении запасов. Причем обычно в сторону их увеличения. Ну, это, как я уже сказал, да, то есть современные уже георазведки, которые есть, они исчисляются там просто во много раз больше, чем сейчас вот то, что я вам читаю. Если железо СССР имеет в абсолютном количестве достаточно, то обеспеченность СССР цветными металлами, по крайней мере, при современном состоянии их обследованности, крайне недостаточно. Вероятных и действительных запасов меди, по данным Геологического комитета, имеется всего в пересчете на металл 1,37 миллиона тонн свинца, 0,5 миллиона тонн и цинка, 0,8 миллиона тонн. Предварительные же подсчеты, произведенные Госпланом СССР, определили потребность в течение предстоящих 15 лет. В меди 1,5 миллиона тонн, свинца и цинка по 1 миллиону тонн. Запасы меди сосредоточены, главным образом, на Урале и Закавказье. Но на самом-то деле, по запасам меди, по-моему, на территории России уже исследовано более 90 миллионов тонн, цинка более 60 миллионов тонн. И свинца там тоже очень много, порядка, по-моему, 10% от мировой добычи. Ну, то есть, насколько я помню, в Википедии было написано, что Россия, Российская Федерация по запасам нефти где-то 10%, газ где-то 30%, уколь тоже где-то 10%, железо где-то 25%. Вот, что-то в этом роде, точно всего не упомню. Где-то в таких масштабах это чрезвычайно большие суммы, на самом-то деле. Ладно, продолжим. СССР, Богат Марганцен, Закавказье, Чпатурские запасы, которого занимают первое место в мире, имеет Тихвинское месторождение боксита для 10 миллионов тонн запасов алюминиевой руды. Динамика мировой продукции черных и цветных металлов за послевоенное время указывает на ряд характерных сдвигов в народном хозяйстве. Если принять данные 1913 года за 100, то 26-й год дал следующие изменения в продукции основных металлов. Чугун 100, сталь 122, медь 147, свинь 137, свинь 126, алюминий 314. Замедление роста черной металлургии объясняется задержкой в развитии железнодорожного транспорта, который не подспевает за развитием автотранспорта. Эти сдвиги в области транспорта, особенно же всерастущий темп электрификации, усиливают значение цветной металлургии. Что же касается более быстрого роста продукции стали по сравнению с чугуном, то объяснение этому явлению надо искать во всерасширяющемся применении в столетейном деле старого железа и железного лома. Удельный вес металлургии СССР и мировой продукции до войны в 1927 и по предположению перспективного плана показан вот в данной вот табличке. Это то, как выглядели вот эти перспективные планы. Все просто в табличной форме записывались и ничего сложного в этом, на мой взгляд, нету. Ничего же сложного, правда? Эта таблица указывает на те значительные сдвиги, которые по перспективному плану намечаются в экономике СССР в ближайшее пятилетие. Чтобы иллюстрировать значение этих сдвигов, укажем, что добиваться железной руды будет столько-то, сколько в 1927 году, в Альзас-Лотаринге, что чугуна и стали будут выплавляться больше, чем во Франции или в Англии в 1927. Что меди станет получаться в СССР половина того количества, которое вырабатывается в 1927 году во всей Европе. Я вам только что привел данные России по запасам. Вы представляете, насколько богатая страна, то есть, грубо говоря, российский народ обладает 10% всех мировых богатств. Ну ладно, не 10, но, скажем так, даже 15% всех мировых запасов, ресурсов находится в России. А российский народ один из самых бедных. А-а-а, капитализм! Ничего-ничего! Царь, все, все нормально. Это решительный курс на форсирование металлургии и изжитие металлического голода, при котором недостаточная металлическая база неизбежно задерживает рост всего народного хозяйства, остается в полной силе на весь переходный период и является одной из основных установок генерального плана. Подъем и дальнейшее развитие металлургии должно идти по трем направлениям. Прежде всего, необходимо значительно расширить геологические исследования в промышленные разведки, так как грудные ресурсы СССР далеко еще не переведены в известность, а целесообразное развертывание металлургии должно прежде всего опираться на, возможно, полное знание природных условий. Затем необходимо широко реконструировать и рационализировать существующие металлургические предприятия. Рационализация, проводимая за последние годы в Западной Европе, доказывает, что сплошь и рядом можно без новых вложений капитала добиться системно и планомерно проводимых организационных мероприятий очень существенных результатов. Если на Урале металлургическое хозяйство крайне устарело и требует по существу своего полного обновления, то на юге оно развилось гораздо позднее. И сразу видим мощных и построенных, по последнему слову, техники предприятий. Однако, совершенно одинаковые по мощности и устройству доменные печи показывают на юге СССР суточную производительность 440 тонн, а Рейнской области 550-600 тонн. То есть на треть больше. Послевоенный опыт Германии указывает на громадные значения рациональной подготовки производственного процесса, как то обогащение руд, тщательной подготовки щихты и так далее. Наверное, не щихты, а шахты. Ребята, пояснительная бригада, пожалуйста, в комментарии. Я по шахтам не специалист. Реконструкция должна затем так построить все энергетические и технологические процессы в металлургическом производстве, чтобы все они происходили за счет тепла, получаемого от коксования угля. Перспективный план намечает повышение производительности доминой печи по югостали в среднем с 85 тысяч тонн до 125 тысяч тонн в 1932-1933 год. Не останавливаясь на этих достижениях, генеральный план продолжает считать рационализацию металлургического процесса одной из необходимых своих частей. Помимо реконструкции существующей металлургической базы, узость которой не позволяет рассчитывать на большие количественные сдвиги, необходимо, как это делает перспективный план, поставить вопрос о крупном строительстве новых заводов-гигантов и о внедрении металлургии в новые районы. Металлургические заводы должны строиться в местах расположения сырья, но вопрос о том, должны ли они ориентироваться на уголь или на руду, разрешается своей совокупностью технических и экономических условий каждого района. Во всяком случае, если раньше считалось более рациональным ориентировать расположение металлургических заводов на угольные районы, то в новейших металлургических предприятиях, где одной тонны угля достаточно не только для того, чтобы выплавить одну тонну чугуна, но и переплавить ее в сталь, оказывается выгоднее подвозить уголь к руде. Для СССР решение этого вопроса имеет большее значение, так как кроме географической близости Кривого Рога и Донпасса, остальные рудные месторождения, это центр Улан, Урала и Чатах, отдалены от коксующегося угля. Кузнецкий бассейн, Тквар, Чельцкий бассейн и другие. Для Урала-Кузнецкого комбината большое значение имел бы вопрос о возможности загрузки состава, ведущих в обратном направлении, то есть о доставке уральской руды к кузнецкому углю, а не наоборот. Перспективный план наметил постройку металлургического завода на Урале у горы Магнитной. А этим разрешен вопрос о минерализации топливного баланса уральской металлургии, выросшей на деревесном горючем. Тем не менее, этот синтез железнорудных богатств Урала с минеральным топливом Западной Сибири не снимает с Урала его особенного значения по выплавке на древесно-угольном топливе, высших сортов металла. Расширение металлургической базы требует установления стандарта завода-гиганта. Да, перспективный план наметил в виде такого стандарта предприятие с годовой производительностью 650 тысяч тонн и возможным удвоением в будущем продукции, если это позволяет сырьевым ресурсам. Перспективным планом намечается, помимо крупного строительства в основных районах на Украине и Урале, постройка заводов в Керченском районе и Сибири. К концу пятилетия эти новые заводы дадут 2,7 миллионов тонн металла. Полная же их нагрузка даст первые же годы следующего пятилетия еще полтора миллиона тонн. Однако, как невелики абсолютно эти цифры, в переводе на душу населения они показывают все еще большую осталость по сравнению с промышленными странами Запада. Так, если к 1932-1933 году при полной загруженности всех намеченных по перспективному плану к постройке заводов на душу населения СР придется 68 килограмм чекуна, то в 2025 году эта душевая норма составляла для Соединенных Штатов 327 килограмм, для Франции 207, для Германии 162, для Англии 132. А такое соотношение приводит к необходимости держать и в дальнейшем курс на форсирование развития металлургии. Металлургия, связанная с коксованием угля и рядом доменных процессов, обусловливает возможность широкого развития химической промышленности, крайне важной для обороны и для реконструкции сельского хозяйства. Металлургия же является и основой машиностроения. На необходимость обратить самое серьезное внимание на развитие металлопромышленности указывал кто Держинский в 2025 году на 14-м партийной конференции 3-м всесоюзном съезде Советов. С тех пор сознание всей важности металлопромышленности, от развития которой зависят все основные успехи социалистического строительства, стало уже достоянием широких масс Советского Союза. Если мы застрянем, говорил Сталин, на 14-м съезде партии, на нынешней ступени развития, на которой нам приходится возить значительную часть оборудования и машин, а не производить их собственными силами, то мы не можем быть гарантированы от превращения нашей страны в придаток капиталистической системы. Именно поэтому мы должны держать курс на развитие у нас производства средств производства. Ммм... Йойся Виссарионович, вот сейчас у нас жопопольная, я бы тебе так сказал. Ладно, продолжим еще, я Сталина не децитировал. Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование. Вот в чем суть, основа нашей генеральной линии. Мы должны поставить дело так, чтобы помыслы и стремления хозяйственников были направлены в эту именно сторону. В сторону превращения нашей страны из страны, ввозящей оборудование, в страну, производящую это оборудование. Ибо в этом основная гарантия хозяйственной самостоятельности нашей страны. Ибо в этом гарантия того, что наша страна не будет превращена в придаток капиталистических стран. Цитирование Сталина окончено. Превратили в придаток капиталистических стран. Йося, превратили. Мировая продукция машиностроения исчислялась в 1913 году 13,6 миллиардов золотых марок. А в 1925 году 14 миллиардов марок. В СССР продукция машиностроения составляла до войны всего 3,5% мировой. То есть это 0,5 миллиардов марок. А к 1925 году упало уже до 1,8% мировой продукции. Достигнув всего 56,8% от довоенного уровня. То есть 0,3 миллиарда марок. К 1932-33 предполагается выпустить в СССР машин стоимостью до 1 миллиарда марок. Что составит 7% от мировой продукции 1925 года. Потребление машин на душу населения составляло в 1925 году для североамериканских Соединенных Штатов 99,4 марок. Англии 42,8 марок. Германии 36,2 марок. Франции 14,5 марок. И СССР всего 4,3 марки. Ну вот понятное дело, что это очень мало. Таким образом, хотя пятилетний план и увеличивает продукцию машиностроения в 3,5 раза, но расстояние между СССР и промышленными странами Запада продолжает оставаться достаточно большим. Поэтому темп развития машиностроения должен оставаться максимальным на все переходное время. Ибо как раз по линии машиностроения и решается основная задача генерального плана. Максимальное энерговооружение труда во всех отраслях народного хозяйства. Возможность развития всякого машиностроения находится в прямой зависимости от степени, качества и обеспеченности производства станками и инструментами. Поэтому станкостроение, соответствующее последним достижениям техники, является необходимой предпосылкой рациональной постановки машиностроения. Направление же в развитии самого машиностроения определяется потребностями прежде всего энергетического хозяйства. Мы уже указывали на катастрофическое состояние котельного хозяйства СССР. Необходимо его обновить, поставить на современную техническую высоту. Затем все шире развивающаяся электрификация предъявляет все большие требования к турбостроению. Извините, турбо... нет, да, турбостроению. Географическое расположение и размер основных баз тяжелого машиностроения должны быть согласованы с распределением и объемом работ горной промышленности. Дефицит наших транспортных средств без изжития, которого нельзя будет, как мы увидим впоследствии, разрешить основных проблем генерального плана, потребует огромных заданий машиностроению по обслуживанию транспорта и, в частности, по автостроению. Наконец, вся реконструкция сельского хозяйства зиждется, как мы опять увидим, впоследствии значительной мере на сельскохозяйственном машиностроении. Таким образом, генеральная линия партии, четко формулированная 14-м съездом партии, решившим превратить СССР в страну, производящую машины и оборудование, означает форсирование в течение всего переходного периода машинного строения, опирающегося на возможно широко развернутую металлургию. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде. Спасибо. Спасибо.